Здравствуйте! Время новостей на городском телеканале ЮТВ. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем о самых значимых событиях этого дня. Меня зовут Карина Тумасова и вот главная тема выпуска. Собственники бывшего летного училища не могут определиться с судьбой здания. В Оренбурге наведут порядок. Коммунальщики уверены, действующая система вывоза твердых бытовых отходов в городах и селах неэффективна. Зоозащитникам Оренбурга предложили несколько вариантов расположения приюта для бездомных животных. Подробнее об этой и других новостях прямо сейчас. Судьба бывшего летного училища по-прежнему находится под угрозой. Сегодня депутаты и журналисты в очередной раз встретились для того, чтобы обсудить, что же ждет здание на Советской-1. Что мешает сохранить объект культурного наследия, узнаете из нашего сюжета. Вы ничего не делаете. Вот в чем вопрос. Подождите, минуту. Делайте и решите с правительством Российской Федерации, с Росимуществом. Возле бывшего летного училища на Советской-1 прошло оживленное обсуждение. Главный вопрос, что делать дальше с объектом культурного наследия. Напомним, это первое пятиэтажное здание 1874 года в Оренбурге. Здесь располагалось высшее авиационное училище. После 90-х было расформировано. А в мае прошлого года здесь произошел пожар. Разрушение здания произошло в связи с тем, что была огромная площадь возгорания и в последующем залитие. Само здание сложной конструкции, исторический конструктив его деревянной балки, которые в связи с тем, что повреждены были водой, в последующем и гниение было вскрыто. И тут начинается самое интересное. Пожар произошел в эркерной части, в самом красивом месте здания. Именно это помещение принадлежит частному собственнику, с которым никак не могут связаться. Весь объект подразделен на три вида собственности – муниципальная, частная и федеральная. Мы все знаем, что здание до настоящего времени включено в план приватизации, но сегодня претендентов на его выкуп нет. Те люди, которые имеют свои квартиры приватизированные, то есть тоже в частной собственности, у них совершенно разные интересы. Область взять полностью здание к себе на баланс не может, ведь на его реконструкцию требуется не меньше двух миллиардов рублей. А в бюджете таких средств нет. На ремонт муниципальной части выделили 60 миллионов рублей. 20 из них уже ушли на восстановление кровли. Есть ли смысл тратить остальные деньги на новые квартиры для жильцов или на ремонт части здания, когда весь объект требует реконструкции? Дальше встает вопрос уже о взаимодействии с федеральными структурами и о дальнейшем координации действий для того, чтобы в этом здании находился тот или иной объект. Пока три собственника пытаются договориться, в это время 19 квартир с бывшей ледки живут в арендном помещении. Кто здесь остался, перезимовали с перебоями отопления. А сам исторический памятник, в котором учился первый космонавт Юрий Гагарин, поддается дальнейшим разрушениям. Екатерина Роженко, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ. В Оренбуржье наведут порядок. Коммунальщики уверены, действующая система вывоза твердых бытовых отходов в городах и селах неэффективна и предлагают ввести новую. В связи с этим в квитанциях оренбуржцев может появиться новая графа за вывоз твердых бытовых отходов. Стоимость примерно 100-120 рублей. Подробности в нашем материале. Депутаты Государственной Думы России, коммунальщики и представители Минстроя области обсудили актуальные вопросы в сфере ЖКХ. Участники встречи отметили, что Оренбуржию необходимо решить проблему с вывозом мусора с улиц. Чтобы наладить новую систему, приобрести необходимое оборудование и задействовать дополнительных работников, области придется тратить 3 миллиарда рублей в год. Основная часть расходов ляжет на плечи самих людей в виде ежемесячного налога. Если на территории городов и ряда крупных районных центров система вообще вывоза, сбора твердых бытовых отходов, она организована и действует в настоящее время. Вы все прекрасно знаете, что мелкие поселки, эта система совершенно не организована. В сельской местности поселки завалены навозом, мусором, строительными материалами. На очистку территорий денег у муниципального образования нет. Также на встрече обсудили законопроект, по которому оплачивать сразу все коммунальные услуги люди смогут по единой квитанции. По мнению экспертов, нововведение будет выгодно и сотрудникам коммунальных организаций, и жильцам. У первых вырастет собираемость платежей, а вторых обезопасит от оплаты двойных квитанций. Правительством предлагается сделать единую платежку за жилищно-коммунальные услуги, где будет автоматическое расщепление через банк по счетам ресурсно-обживающих организаций. То есть не 5, 6, 7 платежек, а одна общая платежка расщепления автоматом по штрик-коду с ресурсно-обживающими организациями и с управляющей организацией, естественно. Данные законопроекты по инновациям в сфере ЖКХ рассматриваются Государственной Думой, а значит коснутся всех регионов. Оплату услуг по единой платежке ожидает оренбуржцев уже в этом году. А графа за вывоз твердых отходов появится в квитанциях с 1 января 2019 года. Наталья Богданова, Иван Медведев, Городской телеканал ЮТВ Сразу два оренбургских предприятия получат поддержку от государства на развитие собственного производства. Такое решение было принято сегодня на заседании Инвестиционного совета. Губернатор Юрий Берг отметил, что в 2016 году на развитие экономики и социальной сферы области было направлено около 160 миллионов рублей инвестиций. Наибольший вклад в развитие инвестиционной сферы внесли именно реализуемые приоритетные проекты. В прошедшем году в реестр приоритетных проектов было включено 8 проектов с общим объемом инвестиций 11 миллиардов рублей. В целом же региональный реестр сегодня включает 41 инвестиционный проект. Два из них были включены сегодня. Это откормочная площадка для скота, проект фирмы Агро-7, и проект по строительству завода для производства абразивного порошка, фирма Уралгрид. По словам губернатора, включение двух этих проектов открывает большие перспективы для развития экономики Оренбургской области. Это и новые рабочие места, и налоговые отчисления, и развитие отраслевых производств. Однако компании, претендующие на преференции от государства, должны понимать, что на них возлагаются определенные социальные обязательства. Все рабочие места будут предоставлены естественному местному населению. И мы обучаем, мы развиваем, занимаемся непосредственно социальной работой внутри города. То есть достаточно большая активность в этом плане у предприятия. То есть мы стремимся к тому, чтобы не только, скажем так, зарабатывать деньги для наших сотрудников и для собственников, но и давать пользу городу через обучение детей, через обучение, естественно, персонала, который мы выращиваем самостоятельно. Ну и вот все, что можем, помогаем городу тоже. В замене же на создание рабочих мест, внесенные в реестр компании, получат поддержку в рамках программы субсидирования. И не только. Встреча волонтеров и представителей городской администрации наконец-то состоялась. Зоозащитникам предложили несколько вариантов расположения приюта вблизи города. Что выбрали волонтеры и когда появится приют, расскажут мои коллеги. 10 апреля в Оренбурге состоялся митинг против жестокого обращения с животными. На нем зоозащитники подняли больную тему приюта для четвероногих. Несколько сотен оренбуржцев подписали коллективное обращение к властям города о выделении земли для приюта. Дело не осталось незамеченным и уже появились первые результаты. После митинга, который мы провели, начались подвижки. Администрация предоставила нам участки. Вот пока это первое место. Это район авиагородка. Но единственное, здесь пока с коммуникациями проблемы, наверное. Но приехали специалисты, сейчас мы все обсудим. К участку, на котором будет располагаться приют для бездомных животных, необходимо будет подвести газ, свет и воду. Также приют должен находиться за городом. Для выбора зоозащитникам предоставили два варианта. Территория в районе авиагородка и участок улицы Тихой, между городской свалкой и кладбищем. Мы рассматриваем один из двух участков. Вот сейчас перед нами второй участок, на котором мы побывали за сегодня. Единственное, что нас держит, это коммуникация. Естественно, нужны свет, газ и вода, чтобы полноценно приют функционировал. Здесь мы видим то, что действительно есть проблемы с коммуникацией. Здесь подъездные пути, к сожалению, не позволяют полноценно, так скажем, функционировать этому приюту, который планируется создать. Ну, сами видите, здесь вообще подъездной путь никакой. То есть вот дорога размылась, и уже мы сюда не проедем. То есть дождь, весна и осень отпадает. Зима это, то есть чистить надо постоянно. Ну и с водой тут, мне уже в принципе и в администрации сразу сказали, что с водой проблемы. Сами понимаете, с одной стороны горсвалка, с другой стороны кладбище, санзона. По итогам выездного совещания ни один из участков не утвердили. Представители администрации пообещали, что рассмотрят и другие варианты. Зоозащитники планируют разместить в приюте тысячу животных. Поэтому просят у города не меньше двух гектар земли. Это будет не просто приют, это будет центр реабилитации и приют для бездомных животных. Полностью пищеблок, клиника. Подготовка может быть даже для выставочных собак. Здесь будет реабилитация больных животных. Также зоозащитники надеются на финансовую помощь простых, неравнодушных к этой проблеме людей. На сайте orinatrada.ru открыт сбор средств на строительство приюта. Сейчас на передержках волонтеров находится порядка 400 животных, которым необходим постоянный кров и еда. Наталья Богданова, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ. В Новотроицке поливальная машина переехала человека. ДТП произошло на перекрестке улиц Советской и Комарова. Мужчина скончался на месте. Подробности смертельной аварии и другие дорожные новости смотрите в нашей постоянной рубрике. В Новотроицке ранним утром на перекрестке поливальная машина переехала человека. Мужчина лежала прямо на дороге. Момент происшествия попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как пешеход лег на проезжей части, а поливальная машина, не заметив человека, проехала по нему. От полученных травм мужчина скончался на месте. На автодороге обход Оренбурга столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, водитель на марке Датсун не выдержал безопасную дистанцию и врезался в отечественную легковушку. В результате ДТП 7-летняя девочка-пассажирка автомобиля Датсун получила травмы. 36-летнюю пассажирку Калины увезли в больницу с отрясением головного мозга. На обездной дороге произошло столкновение трех автомобилей. Водитель автомобиля ВАЗ не выдержал безопасную дистанцию, после чего врезался в иномарку, которая выехала навстречу и столкнулась с еще одним автомобилем. В Оренбурге ночью на улице Пролетарской сгорел автомобиль. Аналогичное происшествие в темное время суток произошло и в Новотроицке. Причины пожаров устанавливаются. Если вы стали участником или свидетелем аварии за видеоматериалом, можно обратиться в компанию Фонет по телефону или адресам, указанным на экране. Пенсионер Виктор Смирнягин из поселка Белый Яр Томской области перевел Дмитрию Медвезеву свою прибавку к пенсии. Все о том, как распорядиться деньгами с умом, знает наш гость из Сербии Мирка Здравич. Смотрите его рубрику «Из России с любовью». Здраво! Вот все-таки зря говорят, что пенсионеры в России плохо живут. Согласно международному индексу H-Watch, в позапрошлом году Россия заняла 65-е место из 96 в общем рейтинге по обеспеченности пенсионеров. Обскакав даже Болгарию и Индию. Пенсионерам не только хватает на жизнь, но даже остаются излишки. Взять хоть Виктора Смирнягина из Томской области. Как сообщается на сайте КПРФ, где опубликовано письмо мужчине, он отправил премьер-министру Дмитрию Медведеву свою прибавку к пенсии. В размере 60 рублей. Страшный день жизни-то! С ума сойти! В своем сообщении премьеру он написал «Село столицы похмелиться». По словам пенсионера, работники почты сначала не хотели принимать перевод, но он настоял на своем. Правда, за отправку этой суммы мужчине пришлось заплатить вдвое больше. Но оно похоже того стоило. Говорит «Иду домой, улыбаюсь, сам себя глажу по лысине». Но, конечно, пенсионер сделал это не по доброте душевной, а для того, чтобы пристыдить власть имущих. Это мне-то стыдно! Это тебе должно быть стыдно! Говорит «Может быть, хоть так они нас услышат, если закидаем их этими копейками, постыдились бы». Пенсионер призвал всех отправить обратно свою надбавку к пенсии. Да вот только тут вопрос двоякий. Пенсионеров в России порядка 40 миллионов человек. А если каждый по 60 рублей, то это порядка 2,5 миллиардов. Вопрос. Вызовет ли такая сумма чувство стыда или чувство гордости за неплохие премиальные? И найдется ли у каждого пенсионера лишние 130 рублей за почтовый перевод? До новых встреч! Это последнее сообщение в выпуске. Напоминаю, что все наши сюжеты вы можете найти в группах в социальных сетях. Впереди вас ждет прогноз погоды. Оставайтесь на телеканале ЮТВ. По информации портала метеопараплан.нет 27 апреля в Оренбурге ночью плюс 1. Ясно. Утром от 3 до 5 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до плюс 15 градусов. Сохранится ясная погода. Вечером от 10 до 12 со знаком плюс. Ветер северо-западный с переходом на юго-западное направление. Атмосферное давление в норме. В Орске ночью плюс 3. Небольшой дождь. Утром от 5 до 7 градусов со знаком плюс. Ясно. Днем воздух прогреется до плюс 14. Вечером ясно плюс 11 градусов. Ветер северо-западный с переходом на западное направление. Атмосферное давление в норме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова